Заречный может получить дополнительные средства на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Это произойдет, если наш город выиграет конкурс, который планируют объявить Министерство экономического развития России. Совещание, посвященное организации и проведению конкурса, состоялось в Москве. На нем присутствовали представители Министерства финансов, Минэкономразвития, Госкорпораций и руководство закрытых городов – Заречного, Северска, Новоуральска и Трехгорного. На этом совещании представителями Минэкономразвития была предложена идея сформировать такой фонд для финансирования программ развития ЗАТО. Сумма пока определяется. Это, скорее всего, будет где-то порядка 300 миллионов рублей. Пока звучит такая цифра на 2011 год. Чтобы получить эти средства, к 2011 году администрациями закрытых городов должны быть разработаны комплексные программы развития ЗАТО, которые затем будут представлены конкурсной комиссией из представителей федеральных министерств и ведомств. Те, чья программа, по мнению комиссии, окажется лучше, получат дополнительные средства. Проект создания фонда развития для четырех закрытых городов – пилотный. В случае его успешной реализации подобная практика может распространиться на другие ЗАТО. В отношении закрытых административно-территориальных образований федеральный центр хочет понимать, каким образом территории планируют развиваться, через какие мероприятия, в каком объеме необходимы им финансирования и какая эффективность на выходе. То есть, если они выделяют деньги, они хотят знать на что и какой эффект это принесет. В общем-то, программный целевой метод позволяет ответить на все эти вопросы. В Заречном планируется приступить к разработке комплексной программы развития в самое ближайшее время. В нее должны войти проекты по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры города. Анна Сазонова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный»